Сам главного врача нашего облака-диспансера, врач-радиолог, врач-анколог, кандидат на тему здесь, сейчас, представляем. Спасибо. Действительно, тема актуальная, тема непростая, тема сложная. И для нашей Нижегородской области также тема очень важная. Поэтому мы сегодня с вами немного поговорим вообще о той ситуации, какая у нас в Нижегородской области сложилась по вот этой вот проблеме, по проблеме онкологических заболеваний. И немного вот в рамках отведенного нам часа мы с вами поговорим еще о ранней диагностики, о метрах профилактики основных онкологических заболеваний. Понятно, что тема ранней диагностики, тема профилактики очень большая. И говорить об этом можно, конечно же, бесконечно. Но основных вопросов мы с вами коснемся, и особенно очень приятно, что сегодня молодая аудитория у нас. И вопросы профилактики, вопросы теологии, онкологических заболеваний особо актуальны стоят среди нашей молодежи. Так что мы сегодня с вами поговорим об этих моментах. Сначала некоторые данные общей статистики. Просто чтобы общее представление иметь о той ситуации, какая у нас есть в Нижегородской области. На учете в 2012 году у нас в онкологическом диспансере стояло чуть более 80 тысяч человек. Это люди, которым впервые поставили диагноз онкологического заболевания. Вторая строчка, это в больной стереоустановленный диагноз, 12,5 человек. Это очень большая цифра. Для нашей Нижегородской области население, которое составляет 4 миллиона 400 тысяч человек. Умерла за 2012 год из этих 80 тысяч 526 человек 7 тысяч 52 человека. Показатель заболеваемости. Это тот относительный показатель, который нам позволяет сравнивать регионы. Позволяет сравнивать данные статистики за несколько лет. Относительные показатели очень важны для проведения вот этой вот статистической работы. Итак, показатель заболеваемости у нас составил 409,6 на 100 тысяч населения. Я могу сказать, что это чуть выше, чем данные по Российской Федерации. И показатель смертности. 220 человек на 100 тысяч. Тоже также показатель несколько выше, чем Российская Федерация. В Российской Федерации в среднем у нас показатель смертности составляет 180-190 на 100 тысяч населения. Как за последние 10 лет какая тенденция отмечается? Заболеваемость в нее уклонно растет. И прирост за 10 лет составил 11%. Ну вот следующая последняя строка, это динамика смертности. Тоже небольшой прирост составил, но тем не менее, по сравнению с заболеваемостью, он меньше. О чем это говорит? Это говорит нам с вами, с одной стороны, что заболеваемость у нас увеличивается. Однозначно относиться к этому показателю и говорить, что это очень плохо, не совсем правильно. Дело в том, что, наверное, вы все-таки слышали, что в наших средствах массовой информации сейчас уже на протяжении нескольких лет идут различные передачи о том, что наша Межгородская область вступила и успешно совершила программу модернизации по оснащению оборудования. То есть у нас за последние два года в областном онкологическом диспансере практически полностью поменял здесь парк оборудования диагностического и лечебного. Причем оборудование самое современное, самое сложное, которое позволяет нам диагностировать онкологические заболевания на родных стадиях. Что особенно приятно, что оснащение в рамках программы модернизации такое же хорошее произошло в центральных районах больниц. У нас 49 районов в нашей Межгородской области, и практически в каждой центральной районной больнице по программе модернизации получило то или иное количество диагностического оборудования, компьютерной томографии, прекрасное эндоскопическое оборудование. Таким образом появилась возможность в каждой центральной районной больнице еще и хорошо обследовать пациента. А хорошо обследованный пациент, понятно, что зачастую приводит вот такой хороший диагностический поезд к тому, что онкологические заболевания верифицируются на ранних стадиях. Поэтому вот этот прирост плюс 11% за последние действия свидетельствует еще и хорошей диагностической работе. Такой показатель смертности, безусловно, конечно, тоже отражает динамику, но все-таки, как правило, трактовка этого показателя однозначна, но вот эта большая разница в приросте смертности и приросте заболеваемости говорит, что количество больных онкологических, которые живут 1, 2, 5 лет, которые у нас наблюдаются проход лечения, увеличивается. Мы с вами это посмотрим на следующем практике. Вот каким образом менялись показатели заболеваемости за последние 5 лет. Резкий рост в 2010 году, в 2011 году отмечается, и спад некоторые в 2012 году. Вот как раз 2010-2011 год, это периоды, когда происходило оснащение оборудования центральных районных больниц, вот этот всплеск еще и характеризует то, что процесс диагностики, процесс верификации происходил очень активно, и, в общем-то, наоборот, вот отношения к этой цифрам, ну, скажем так, у нас даже не несколько позитивные, нежели негативные. Структура заболеваемости тоже очень важный критерий и очень важный показатель. На этом слайде отражены и в процентах соотношения показаны те заболевания, которые наиболее чаще встречаются среди нашего населения, и по поводу которых проходит лечение пациента в нашем экологическом диспансере. И вот посмотрите, на первом месте у нас стоит рак кожи. Вот это особенность только нашей Межгородской области. То есть, по данным России, по данной мировой статистики, первое место среди онкологических заболеваний занимает рак легкого. А у нас с 2010 года, после очень жаркого лета, на первое место вышел именно вот этот показатель. Показатель заболеваемости раком кожи. На втором месте у нас с вами находится патология молочной железы. Тоже является некой особенностью в нашей Межгородской области. У нас очень высокая заболеваемость рака молочной железы. Потом мы с вами на следующих слайдах посмотрим, что у женщин рак молочной железы в нашей области стоит на первом месте. Тоже некая особенность, статистические показатели по сравнению с данными мировой и российской статистиками. На третьем месте у нас с вами рак легкого. Заболеваемость колоссальная, заболеваемость из года в год очень высокая. Затем у нас рак желудка, проводочная кишка и дальше уже прямая кишка. И онкогинекология, лимфопроинферативные заболевания. Они встречаются в меньшем проценте случаев. На сайте это отмечено. Поэтому даже цвета не выделено. Примерно все сектора одинаковые. Посмотрим теперь мужчин. Чем наши мужчины с вами наиболее часто болеют? Потому что мужчин на первом месте стоит рак. Это, понятно, основная причина рака легкого, это курение. Поэтому это же, конечно, все социальные аспекты, вся наша с вами социальная жизнь, она моментально отражается на такого рода слайдах. На данной статистике все цифры моментально реагируют на те социальные процессы, которые происходят в обществе. На втором месте у мужчин у нас желудка. В общем-то эти цифры абсолютно соответствуют и корректируют с данными российской, мировой статистики. Также на первом месте по данным мировой статистики рак легкого, рак желудка находится. У нас заболеваемость рака кожи, еще раз подчеркну, очень высокая, поэтому занимают мужчины на третье место. И у мужчин высокий процент в нашей Нижегородской области это рак предстательной железы. Особенно это у мужчин уже возрастной категории, после 60, после 70 лет, процент достаточно высокий. Также ободочная кишка, полуэректальный рак, тоже является проблемой для нашей области. Поэтому процент, тоже 8% из всей вот этой структуры заболеваемости, приводится на ободочный пешок. И другие там, конечно, также проблемы, это рак пищевода, рак гортани, то, в общем-то, чем мы занимаемся активно, пациентов таких у нас очень много. У женщин, как я уже говорила, рак малышной железы стоит на первом месте. О причинах, об атеологии мы тоже с вами остановимся, подробно поговорим, пока только общие одно из статистик. Оболевание кожи. Также мы, когда с вами чуть попозже будем говорить, о причинах колонок. Это наша с вами любовь, солярия, это наша с вами любовь лежали на пляже в жарких странах. То есть, вот таким образом это отражается здесь, поэтому мы с вами получаем именно эти показатели. Онкогинекология занимает большое место в структуре онкологической заболеваемости, в целом качественных заболеваниях у женщин. Поэтому тоже на этом, мы с вами на этом вопросе остановимся, оболевание. Ну и также полурактальная рака, то есть это проблема, проблемы социальные, причины тоже социальные, это неправильное питание, прежде всего. Поэтому это заболеваемое, заболевание около 8% в этой структуре занимает, и также этой проблемой мы занимаемся с чемпионами. Заболевание рака желудка, как мы видим, у женщин в Нижегородской области стоит тоже весьма остро, около 7%. Женщина у нас страдает этим заболеванием, но тем не менее это не второе место какого-то ущерба. График смертности. Очень тоже интересный график. Этот график, как правило, тоже отражает социальные аспекты и насколько хорошо он может проводить лечение в наших онкологических больных. Вы знаете, что есть такое, вы или слышали, в любом случае, если не слышали, то скажу, что есть такое понятие многологии, как многоничная летальность и 5-летняя выживаемость. Вот эти вот основные два рубежа, год после постановки диагноза и 5 лет после проведения лечения, они являются некими такими рубежами, когда мать не будет динамикой. В 2010 году такой всплеск смертности был связан с тем, что появились сложности финансирования у нас. То есть в ряде в плане обеспечения лекарственными препаратами пациентов, которые получают по программе дополнительного лекарственного обеспечения из федерального бюджета, были некоторые перебои, вот именно на 2010 год они пришлись. Поэтому такой всплеск смертности привел к тому, чтобы возросли цифры и резко был повышенный график. Поскольку программа модернизации предусматривала и проведение еще и лечение пациентов по стандартам, которые мы проводили с века с тщательностью года, то это сразу отразилось и на графике. То есть в снижении смертности, соответственно, пациенты, которые переживают антогоничный вот этот период, их количество увеличивается. И сейчас тоже увеличивается. По структуре смертности на первом месте, конечно, трактовка. То заболевание, которое очень сложно отличить, заболевание с высокой антогоничной витальностью, поэтому, конечно, это на первом месте, в структуре смертности. Во втором месте, это смертность от рака желудка. В структуре смертности у нас, да, наши спонсоры совпадают с данными мировой российской статистики. В общем-то здесь у нас, собственно говоря, поскольку лечение проводится по международным стандартам, по стандартам, которые у нас приняты на страну Российской Федерации, лечение в полном объеме осуществляется, ну, соответственно, структура смертности точно такая же, как и во многих других регионах нашей страны, как и, в общем-то, нам подойдут в данные мировая статистика. На этой диаграмме, ну, тоже так наглядные такие графики, как у нас с вами происходит динамика показателей запущенности и аналогичной летальности. Запущенность – это такой светлый компонент графика, а аналогичная летальность – это темный компонент графика. Почему в гонокологии мы говорим об этих показателях тоже, выделяемые? Что такое запущенность? Запущенность – это когда пациент приходит на третьей, четвертой стадии рака, когда иногда даже он знает у себя об этом заболевании, но в силу каких-то причин он не обращается за медицинской помощью. То есть это, конечно, тоже важная социальная проблема и, конечно же, вот эта позиция страуса, когда часто пациенты срывают голову в песок и боятся обратиться, конечно, это неправильно. Это наша с вами образованность, это наша с вами культура для того, чтобы все-таки проходить медицинское обследование, тем более если появилась где-то проблема, не уходить в себя с этой проблемой, а обращаться непосредственно за медицинской помощью для того, чтобы выяснить все вопросы, которые есть. И это действительно не редкость. И, к сожалению, когда приходится принимать пациентов в поликлинике, они приходят с образованием в той же молочной железе женщины, говорят, что да, это образование более двух лет. И с вопросом, почему уже вы не обращались с этим молодым? Просто говорят, мне было страшно, мне было страшно, услышали действительно, что имеется серьезное заболевание. И вот необходимость того, что мысли, что на ранних стадиях улучшение, на ранних стадиях генетологического заболевания улучшает результаты лечения, эта мысль, конечно, уже очень важна. И для того, чтобы пациенты наши, вообще все мы с вами понимали, что вот эта позиция, конечно, к хорошим результатам никогда никому еще не приводила. И показатели однологичной летальности, то, о чем мы тоже с вами немного поговорили, он снижается. Снижается как раз благодаря тому, что хорошая диагностика, хорошее лечение позволяет пациентам вот этот первый год с момента постановки диагноза, этот рубеж успешно пройти. Динамика показателей запущенности наружных локализаций. Очень важный показатель локологии, потому что наружные локализации по всем нормам и правилам мы должны диагностировать на ранних стадиях. Что у нас такое с вами наружная локализация? Это кожа, наружные локализации. То, что мы видим, это слизистая полость и рта, молочные железы относятся к наружной локализации, шейка матки относятся к наружным локализациям. Поэтому вот эти заболевания, заболевания этих органов должны быть верифицированы на первой и второй стадии. Но в силу того, что пациент поздно зачастую обращается за медицинской помощью, у нас показатель запущенности долгое время был очень высокий. Я в рамках этой лекции не подготовила картину для общей, а на флешке у меня есть картина с какими огромными язвенными дефектами при раке кожи пациента приходит. Если у нас с вами будет время, я могу это показать. Далее, показатель активной появляемости. Что такое показатель активной появляемости? У нас структура, онкологическая служба организована таким образом, что на местах, в каждой поликлинике, в каждой центральной районной больнице есть первичные онкологические кабинеты, где идут приемы анкотерана и потом уже при дообследовании, при подтверждении диагноза пациент направляется непосредственно в областной онкологический диспансер. И вот процент тех пациентов, когда доктор при приеме в поликлинике выявляет сам заболевание у пациента, при котором даже он может еще и не жаловаться и не знать о том, что он у него есть. Вот этот показатель тоже очень важен. он отражает, насколько активной и хорошо у нас проводится работа непосредственно в поликлиниках, в центральных районах больницы. В общем-то показатель тоже вырос за последние 5 лет и также отражает позитивные те процессы, которые происходят у нас в медицине. Доля больных, выявленных с первой и второй стороны это заболевание также с последних 5 лет возросла. Важная цифра для нас. Чем больше пациентов мы выявляем на ранней стадии, тем результат лечения припочек. И с вами непосредственно сейчас уже перейдем к вопросам ранней диагностики. Вообще в медицине есть такое понятие скрин, в котором происходит это анонсное слово, рассеиваться, опирать, опирать. И вот эта работа по скриннику реализуется как определение массивного обсердования населения с целью появления и с наличием определенного заболевания и отсутствия клинических симптомов. То есть что такое? По сути скрининг это та работа, которая вот все 100% населения, допустим, какого-то района определенной возрастной категории нужно обследовать, и разделить на две группы. Здоровые, и у которых имеются какие-то проблемы, не обязательно онкологические проблемы, просто у которых есть отклонение от нормы. И вот эту группу, которую мы выявили в ходе скрининга, уже обследовать более углубленно, проводить лечение фоновых заболеваний, не обязательно это патологические, то есть обследование на наличие какой-либо патологии, постановка диагноза и проведение лечения. Но усыдения, конечно, онкологические тоже будут от заболеваний. Цель и задачи скрининга. Конечной целью, когда мы говорим скрининг онкологический, это, конечно, снижение заболеваний. Но непосредственно, вот что мы хотим добиться в результате проведения вот этой работы, это выявить на ранних стадиях онкологические заболевания или определить фоновые заболевания. Скривинг не является диагностической процедурой, и главная задача скрининга, это формирование группы риска, в которой может быть какая-либо патология, в том числе и ампологическая. Что у нас является скрининг? Флюография, чтобы было понятно, когда вам в школе проводят флюографию, вот это скрининг, то же самое, то есть это вот скрининг, когда всем стопроцентно в школе проводят флюографию. Или постановка проба мантур, да, когда проводили, это тоже скрининговое обследование, вот в отдельном театре категории населения, да, это тоже скрининг, да, чтобы выявить патологию, проба мантур, точно так же, да, смотрят, приходят с линейкой в класс и измеряют, у кого нормальные, те ребята продолжают заниматься, у кого-то есть отклонения, их никак, у вас в классе нет, рактор, да, просто медсестра говорит о том, что вот такому-то, такому-то ученику можно будет пройти еще ряд обследования, для того, чтобы уточнить, в чем причина отклонения от нормы, вот в чем задача скрининга, точно так же скрининг проводятся и антологические. То есть скрининг можно рассматривать как меры профилактики, поскольку это не диагностический процесс, как профилактические меры. Различают три группы профилактических мероприятий. Первичная профилактика – это система мер, направленная на предотвращение заболеваний и устранение причин его возникновения, да, то есть, чтобы у нас с вами не было проблем с легкими, нам надо с этим. Вторичная профилактика – это те меры, которые направлены на предупреждение или ослабление уже возникших патологических процессов в организме. Если мы говорим об онкологической вторичной профилактике, то это лечение фоновых заболеваний. Ну, например, что у нас с вами может быть фоновое заболевание. Если мы говорим это патология шейки матки, то эрозия шейки матки является фоновым заболеванием, чтобы потом это переросло в рак шейки матки. То есть, лечение эрозии является мерами вторичной профилактики. Ну, и есть еще онкология и такой поняты, как критичная профилактика – это тот комплекс мероприятий, который направлен на предупреждение прогрессирования заболеваний. Ну, то есть, что это такое? Допустим, это первичный процесс мы с вами излечили и при ряде заболеваний, например, при раке простаты, продолжаем принимать еще какое-то время гормональные препараты. При раке молочной железы мы еще в течение пяти лет пациентке назначаем таблетированные препараты, чтобы она их воспринимала. То есть, это вот такие меры, которые называются как третичные профилактики. А сейчас мы с вами непосредственно поговорим о основных заболеваниях, которые, я думаю, во-первых, очень интересны, и они действительно актуальны. Это при факторе риска для развития эластических процессов в молочной железе. Почему я характеризовала таким образом вот этот слайд? Потому что такое заболевание, которое очень распространено в нашей с вами популяции, это мастопатия. И рак, они имеют в одни и те же причины. И мастопатия зачастую является тем фоновым заболеванием, на фоне которого может развиваться онкологическое заболевание, то есть рак молочной железы. Первое. А потом о каждом не поговорим. Это категорченная наследственность, категорченная репродуктивно-генологическая аналлоз, синтогренные заболевания, воспалительные заболевания молочных желез и травмы, и неногоприятная галактическая обстановка. Также в этом форуме, в данном слайде, мы, как правило, говорим о том, что у нас, к сожалению, нет принятых скрининговых программ, которые помогли широко охватить женское население после 40 лет для того, чтобы проводить скрининговые исследования по выявлению патолога молочных желез. Ну, а каждый форум реальный этап оттегорченная наследственность. Оттегорченная наследственность – это когда есть рак молочной железы у комных родственников. Где-то в 5% случаев мы имеем место с тем, что действительно рак молочной железы наследуется. Проводится генетический анализ. Он проводится у нас в Международном городе, в медицинском центре Антонус, в единственном центре в городе, где у нас проводится исследование на носительство патологического гена BRCA1 и BRCA2. То есть это определяется. У нас в диспансере есть несколько случаев, когда мама с дочкой в соседних кроватях проходили лечение. Часто эти пациентки у нас наблюдаются. Есть методики разработанные, как проводить обследование и лечение тех женщин, у которых есть вот такая форма новоследования рака молочной железы. Ну, в общем-то, об этом тоже нужно знать, об этом тоже нужно помнить. И если у кого-то вот в роду есть подобное заболевание, конечно, себе надо относиться более внимательно, потому что риск развития этого заболевания в других поколениях возрастает. Дальше. Неблагоприятные факторы репродуктивного анализа. Раннее наступление менструации. Ну, обычно встать до 12 лет. Вот это фактор риска, при котором риск развития ракомолочной железы тоже возрастает. Позднее наступление менополуса после 50-ти лет. Отсутствие беременности и родов, прерывание беременности, отсутствие полноценного аккаунса. Вот эти факторы, которые неполкоприятно сказываются и в последующем могут привести к весьма серьезному заболеванию. Далее. Неблагоприятные факторы генологического анализа. Нарушение менструального цикла, когда имеется дефицит протестеронов и выработка эстрогена. То есть концентрация эстрогенов несколько выше по сравнению с концентрацией протестерона. Так называемые гиперэстрогенные ныльные. Такие состояния. Когда они бывают? Когда ставят диагноз анаблетонные беспротивы. Когда развивается миома матки, эндометриоз. То есть это все те заболевания, которые напрямую связаны с концентрацией эстрогенов в крови. Они тоже не, скажем так, первичные. И у матки также развиваются под влиянием большого количества эстрогенов. Эдометриоз развивается тоже под влиянием именно эстрогенов. И припластические процессы эндометрии и у пухлеичников любые. Как доброкачественные, так и злокачественные у пухлеичников также могут увеличивать риск развития рака молочной железы. Поликистоз личный. Да, тоже в общем-то рассматривается как один из вариантов и факторов риска для развития доноса. Эндокринные заболевания. Различные проблемы считательной железы. Кстати, наш Нижегородский область тоже неблагополучна в плане развития гипотириозов, потому что дефицит йода в почве у нас имеется. Поэтому это тоже тот момент, над которым стоит задуматься. То есть нарушение функции считательной железы. Как в сторону гипотириоза, так и в состоянии гипотириоза. Как об этом увеличение функции считательной железы сахарной диабетой. Энфолические различные нарушения при ожирении. В котором могут быть синдром протисторных личников и при ожирении синдром протистора, то есть любая патология любого эндокринного органа, она способствует тому, что риск развития рака другого эндокринного органа, она тоже увеличивает. основным методом скрининга рака молочной железы признана маммография. Это может быть пленочная или цифровая, это абсолютно не важно, но маммография. Поэтому, начиная с 45 лет, раз в два года, женщине необходимо проходить это обследование, до 45 лет, это УЗИ молочных желез, то есть УЗИ молочных желез при каких-то неприятных ощущениях, при обнаружении, уплотнении у себя в молочной железе, то есть это повод, чтобы сходить на осмотр к онкологу, маммологу и провести это обследование. Теперь мы с вами поговорим еще про одно заболевание, которое тоже очень часто встречается, и за последние 20 лет оно выросло более чем в 10 раз. Это меланом. Причина, одна из причин, вернее, это то, что у нас с вами поменялся образ жизни. То есть мы с вами любим долго-долго лежать на знойных пляжах Турции и Египта, равно как и на знойных пляжах в Камах и Ницах, и это приводит к тому, что основная причина вида ультрафиолетового излучения Солнца, которая наша кожа, которая не привыкла к такой концентрации. Мы с вами живем в северных районах, и поэтому большая концентрация ультрафиолета приводит к тому, что появляются миланопластные клетки. Вообще, раньше считали, что меланома одна из самых злых форм и телокачественных новообразований, и быстро которые диссеминируют и приводят к детальному исходу. В настоящее время несколько поменялось взгляд на развитие этого заболевания, и считается таким образом, что этот миланопласт, миланопластная клетка, может очень долго существовать в организме 8-10 лет, наша иммунная система каким-то образом распознает эту клетку и уничтожает, то есть некая равновесие существует, то есть несколько клеток в организме, они делятся, их иммунная система распознает, уничтожает, небольшое количество клеток в организме остается, но стоит только перенести какой-то стресс, и контроль со стороны иммунной системы уже ослаблевает, стресс может быть другой, это может быть подготовка к экзамену, это может быть какая-то большая физическая нагрузка, допустим, активный хороший поход в горы куда-нибудь, или на байдарах летом, это может быть стресс, перенесение какого-то воспалительного испытания, допустим, воспаление легких, то есть любая какая-то вот такая неординарная ситуация приводит к тому, что страдает иммунная система, иммунная контроль ослабевает, и клетка вот как она начинает сильно делиться, бесконтрольно делиться, и таким образом появляется то черное пятно на поверхности кожи, которое уже пациент замечает и с которым приходит к доктору на обследование. конечно же, действительно, за последние несколько лет, к сожалению, так и наука не нашла того последствия, которое было бы эффективным в лечении меланома. Поэтому пациенты, которые приходят в норму приема, который ставится в диагноз меланома, каждый третий имеет третью-четвертую стадию заболевания, то есть процесс уже диссиминированный, а вот из них каждый третий погибает, не проживая одного года с моментом становиться. То есть показатели смертности при этом заболевании у нас остаются очень высокой А можно сказать, какого размера выводы для этого мотива человека? Как их распознать на пользу другого человека? Размер здесь не играет под самыми значениями. Есть несколько критериев, которые можно использовать у себя самостоятельно и за этим следить. Это первое, что это половодинка любого абсолютно размера, определенного цвета. Ну, обычно человек все равно привыкает к своему роду, но не знает, какого цвета у него какая роза. Вот изменение цвета, изменение окраски, это, например, свидетельствует о том, что вот в этом участке, в этих клетках происходят какие-то метаболические активные процессы. Это не означает, что это обязательно будет меланома сразу. Но в этом могут быть какие-то диспластические изменения в клетках. То есть это могут быть дисплазии, лоанольные дисплазии. То есть это уже происходит процесс активации. То есть, допустим, коричневая родинка становится черной. Или большая родинка светло-коричневого цвета вдруг не появляются белые какие-то очки, белые пятна. Дальше. Появление контура красного вокруг этого образования. Такое ощущение, как будто красным карандашом обвели контур этого фигментного образования. Это тоже свидетельство. Наросты. Появление трещин в этом пятне тоже свидетельствует о неблагополучии в этой зоне. Затем, если волосяной покров вы видите, даже пушковые волосы, их просто глазами не увидим, под лукой посмотрели. Если есть небольшой волосяной покров, значит, все пополочно. Если волосяного покрова нет, это тоже повод обратиться уже к драматологу или к онкологу, чтобы более пристально понаблюдали за этими образованиями. Еще очень характерный симптом. Это симптомы воскового блеска. То есть, если мы с вами, во-первых, осмотр всегда должен проводиться только при другом свете, при искусственном освещении, когда пигментные образования не определяются, нужно вот посмотреть, чтобы глаз шел проливным образованием. Вот ощущение, как свечка потерла. Сама кожа у нас с вами матовая, а вот если это образование, как будто вот свечка потерла, то есть имеет такой глянцевый блеск, говорит о том, что тоже в этой ситуации какие-то активные метаболические процессы в клетке происходят. И если мы с вами собираем кожу вокруг этого образования и где пигментные образования и смотрим, каким образом распределяются ямочки, вот эти складочки. Если рисунок кожи из этих неровностей полностью также продолжается и пигментные образования, то это тоже признак благополучия. Если углубления в зоне вот этого пигментного образования более грубые, в других направлениях идут, то это признак того, что в общем-то ситуация благополучная и надо повнимательнее уже посмотреть за этим пигментным образованием. Что еще может привести к тому, что из-за доброкачественных пигментных невусов может появиться злокачественное образование? Это хроническая травматизация кожи. Если пигментное образование находится в зоне, где мы регулярно трем белье. Это зона пояса, это зона застежки гуткаутера, то в этой лучше такие пигментные образования убирать злозу. Потому что хроническая травматизация также способствует тому, что пигментные образования могут переродиться потом в злозу качественные образования. В косметический салон, наверное, все-таки после консультации онколога. Но еще у нас очень хорошо этим занимаются кожно-генерологические диспансеры. То есть у них тоже специализация на пигментных образованиях кожи. Они прекрасно проводят эндоскопию. Поэтому мы с ними сотрудничаем очень тесно. И если какие-то у них есть вопросы, они уже присылают к онкологу. Можно обращаться к нам в поликлинику. Прием к онкологу. У нас все онкологи проводят эти обследования и осмотр пигментных невусов. Ну вот или к драматологу. То есть все-таки не сразу в косметический салон стоит идти. А сначала обратиться к специалистам лечебного учреждения. И если, допустим, дадут добро на какое-то косметическое удаление этих образований, то уже можно будет сходить в зерно. И маленький эротик, который удаляется безболезенному? Несколько миллиметров? Да, если в этом есть необходимость. Маленький эротик, который удаляется безболезненно. Есть несколько методик и лазерные сечения, и криодеструкция, и электрополокуляция. Ну, в зависимости от той клинической ситуации, с которой пациент пришел. Ну, поскольку это в городе у нас проводится, в очень большом количестве лечебно-профилактических учреждений, у нас это учреждение проводится, то, естественно, лучше, конечно, сначала обратиться к специалисту, а уже метод лечения будет выбран в соответствии. Следующий, наэрит. Мы с вами также актуальны вопросы, дорогие шейки матки. Скажу сразу, что такого всплеска данной патологии у нас не было с 53-го послевоенного учреждения. И одна из причин, о которых мы с вами поговорили, они написаны у нас с вами внизу. Раньше эти матки достаточно длительно развиваются и проводят несколько лет, зачастую, когда из каких-то диспластических фоновых процессов развивается непосредственно экологическое заболевание. Основная причина при его развитии лежит в том, что это вирус папиллона человека, серотип 16 и 18, который передается половым путем. И одна из основных причин, которые способствуют тому, что этот вирус в организме не просто существует, а еще и вызывает изменения и мальтонизацию здоровых клеток, это раннее начало половой жизни до 17 лет. Причина в том, что эпителий на шейке матки до 17 лет цилиндрический. Начиная с 17 лет он становится плоским. На цилиндрическом эпителе, если попадает этот вирус, он закрепляется и проникает в клетку. Намного легче, чем это происходит на плоском эпителе. Поэтому, вот одна из причин того, что сейчас враг шейк матки у нас и помолодел очень сильно, и заболеваемость возросла, это раннее начало половой жизни, это первый факт. И второй факт, что о чем нам тоже сейчас приходится говорить, это промызкую цепь, то есть это беспорядочность половой связи. В 96% вирус папиллома человека происходит излечение от вирус папиллома человека с мистолетием. Но если вирус папиллома человека попадает на очень благодатную почву, как я говорила, цилиндрический эпителемидал с одной стороны, а с другой стороны, это различные воспалительные заболевания. Это молочные силы, это различные бульвовогениты. То в этой ситуации, естественно, имплантация генома вируса в клетку в организме происходит намного быстрее и легче. И на этом фоне развиваются ципластические процессы. Вопрос диагностики здесь очень простой. Это осмотр гинеколога и мазок. Цитологическое исследование абсолютно не эвазивная методика, когда с поверхности шейки матки берут кисточкой соскоб и на стекле рассматривают эти клетки. Там несколько вариантов бывает. Так называемая цивиликальная и нейтропатериальная эвазия, как мы сейчас стали называть цивиликальная эвазия в третьей степени. Если первые две хорошо лечатся у гинекологов, то третья, гневариантисплазия, рассеивается еще как к рациональной инсибии. То есть инсибия – это когда дальше клетки, опухольный процесс еще не выше. И это уже, конечно, наш преркотир, преркотиры онкологов, вот этой категорией занимаются наши специалисты. Есть вакцины. Наверное, слышали об этом, да? О том, что можно провести вакцинацию для того, чтобы каким-то образом себя защитить на будущее от этой ситуации. Но, к сожалению, однозначного подхода к вакцинам за последние годы не сформировалось. Когда они только что появились, например, вакцины Церваикс, думали, что они сделают революцию в онкологии, в гинекологии, и действительно каким-то образом помогут на будущее защитить женский организм от подобных проблем. Но очень скоро, единственное, конечно, в зарубежной литературе появились сообщения и об отрицательном действии этой вакцины, в частности, о бесплодии. Поэтому у нас исследование в стране не проводилось, а потом вакцины эти проводят введение их только за счет самой пациентки, то есть они не оплачиваются и не входят в тариф ОМС. У меня вот это еще очень большая сложность, стоимость их весьма серьезная, поэтому больших исследований в нашей стране не проводилось. Такая информация появилась. Поэтому, конечно, то, что нам с вами говорят о профилактике, и наши с вами бабушки и мамы, когда говорят нам с вами, как себя вести, в какой-то степени они правы. Действительно, то есть это избегать беспорядочных половой связи и свое время для начала половой жизни позволит каким-то образом защитить от весьма серьезного и сейчас распространенного заболевания. вопрос. Спасибо. Спасибо. Это не повод обращаться, во всяком случае это даже не повод для того, чтобы задуматься об онкологическом каком-то процессе, хотя вот в этой ситуации, если мы говорим о вирусе герпеса, если они возникают часто, одна из причин, называется все так. То, что я читал, герпес является провоцированным для веномения рака, но, видимо, много раз не дежит себя. Да, это да. Потому что вирус герпес, он тоже все время в нас живет, то есть однажды попав, он и продолжает жить в геноме наших клеток. То есть тот герпес, который мы с вами привыкли у себя видеть на лице, это не передается. Это если герпес слизистых половых органов и по время рождения, это вот возможно, когда непосредственно происходят уроды, вот в этот период, это возможно. А вообще, конечно, однажды, переболев вирусом герпеса, мы становимся носителем этого вируса уже на всю оставшуюся жизнь. Ну, здесь нет такой четкой зависимости. Если здесь абсолютно четкая зависимость и при ряде факторов однозначная стопроцентная заболеваемость будет, то вирус герпес, как у таких данных, во всяком случае, как фактор риска, да. Потом вирус герпеса еще когда происходят, вот клинические его произведения, когда идет снижение иммунитета. Очень часто на фоне заболеваний онкологического, при проведении химиотерапии, наши пациенты бывают опоясывающие, лишают герпес, когда на коже грудной клетки появляется. Но это уже как бы сопутствующие заболевания, а не как причина какого-то более серьезного заболевания. Дальше, да? По раку. Главная причина, уже доказан во всех организированных и мировых исследованиях, это курение. Активное и пассивное курение. Основными методами диагностики являются или рентгеновское исследование грудной клетки, или низкодозная компьютерная томография, что сейчас больше раку применяется. Исследование мокроты на психологическое исследование, оно, как правило, крайне мало информативно в плане диагностики онкологического процесса, но основной методом является рентген грудной клетки, который у нас с вами тоже должен проводиться один раз в два года. Врак желудка. Очень серьезная проблема. Соболеваемость раком желудка в мире за последние годы все-таки возрастает. И одна из причин, это то, что фоновым заболеванием является гастрит. Было установлено, что есть такой возбудитель, который называется хеликобактер, который можно определить при банальном аминскопическом исследовании. Вот этот вот микроб приводит к тому, что развиваются атрофические гастриты. А на фоне атрофического гастрита клетки слезости меняются. И появляются клетки совершенно менее. Так называемая кишечная гипплазия, то есть клетки желудка по своей структуре, становятся похожими на клетки кишечного. То, чего быть не должно. А если меняется структура клеточная, значит на этом фоне это будет являться фоновым заболеванием для того, чтобы процесс прошел дальше. И из метаплозии переродился уже в злокачественную клетку. Поэтому вопрос лечения гастритов в настоящее время крайне важен и актуален. Такое вот отношение, что у всех гастрит, у всех проблем с желудком быть не должно. Почему еще эта проблема очень остро стоит не только на стране, не только в нашей области, а вообще во всем мире? Несмотря на то, что методов диагностики масса, диагностировать онкологическое заболевание желудка очень сложно. Проводить, допустим, всем с целью скрининга эндоскопию, это невозможно. Пробовали японцы, оказалось очень дорого. Ну и какой человек разумный, которому не болит желудок, пойдет на такую сложную и очень неприятную процедуру. Японцы, ну у них это да, у них это есть, но они говорят о том, что это очень экономически невыгодно, это очень накладно. Потому что, если мы осматриваем кожу в обычном кабинете, мазочки берем в обычном кабинете, здесь оборудование, специально оборудованный кабинет должен быть. То есть, проведение санопедрежима. То есть, ну, в общем-то, экономически это действительно очень накладно получается. А потом ранее формы рака просто при эндоскопическом исследовании очень сложно верифицировать. Нужно, чтобы была эндоскопия с вещённой сузине, эндоскопия с контрастированным, роматографийным, допустим. Ну, то есть, очень сложное, трогостоящую оборудование здесь ещё требуется. И, кроме того, ещё и наши средства массовой информации, которые каждые 15 минут нам говорят, что делать, если болит животок. То есть, если в животе у рака мы с вами точно знаем, что нужно делать, лучше сходить в аптеку, чем выстоять огромную очередь доктора в поликлинику, потом пройти вот это вот обследование. Поэтому, конечно же, ещё и вариант того, что зачастую очень такое несерьёзное отношение к проблемам в желудке, в нашем населении, оно присутствует. И приводит к тому, что рак в желудке мы верифицируем на поздних стадиях, что рак 1-2 степени, как правило, является наоборот, когда пациенты проходят обследование по поводу каких-то заболеваний или, если фиброгастроскопия будет стандарт обследования, допустим, для проведения какого-то другого лечения. Поэтому, конечно, несмотря на то, что верифицировать просто, провести обследование просто, и клиника достаточно рано проявляется, но пациент не спешит обращаться со своими проблемами к доктору. Поэтому мы имеем то, что в настоящее время у нас рак в желудке диагностируется 96% при третьей и четвертой стадии. Ну, все, это был у меня последний слайд. Это все то, что касается основных заболеваний, которые стоят одними из первых в структуре заболеваемости и у нас в Нижегородской области, и по данной мировой статистике. Я готова ответить на вопрос. Да, картина действительно наглядная. Причем всех этих пациентов я получу вообще не знаю. Срак в желудке непонятно. Знаю, как питаются все в области, знаю, что у них самая высокая заболеваемость рака в желудке, они достигли самой низкой свердности в мире. Так вот, в желудке. Спасибо. 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 Лепома. Тоже онаУЗ-польген. То есть в пять лет человек сжил, это доброкачественная compochem, живушка с этой шишкой. Причина была в том, что в ноябре стало холодно. Он стал одеваться. И у него не застегнулся в ротники. Он был очень холодный. Он решил, что может варан лучше. Значит зимой можно будет замужнуть. А пока все получалось, он жил с этой опухолью. Это доброкачественное, это липун. Пациентка с лимфестазом, это молочная железа. То есть эта пациентка вот с такой распадающейся опкой молочной железы пришла к нам. Она не в какой-то глухой деревне, где нет сообщения, живет. Вот эта пациентка живет в одном из районных украинцев. Ну вот с языком. Язык не двигался вообще. То есть пациент к нам пришел вот с такой опкой, которая врастала от плеска, которая врастала слизистую дна. Он не говорил, практически уже не мог кушать. То есть никакого швения языка прозвонить не мог. И движение челюсти тоже уже стало затруднительно. Вот он к нам обратился с такой формой. Нарушная локализация? Безусловно. Знали они давно? Конечно. Ну вот это вот. Вот это и тоже. То есть с такой формой маленькой тканей. Ну здесь вот поражения костей не было. Такие у нас есть. Да еще не самые яркие, конечно. Те небольшие, которые у меня в рамках других. Вопросы? Заболеваемость в сельской местности в городе отвечает? Здесь заболеваемость относительно. Если смотреть показатели, то учитывая, что городского населения у нас больше в области, чем сельского, то здесь сложно сказать. У нас нет такого разделения. Но вот городского населения больше, чем сельского, наверно, приведут к тому, что, наверно, одинаково. Мы не делим так вот эти показатели. Ну, по-просто. Но, тем не менее, у нас же все равно в каждой ЦБ еще ряд ЦБ прикреплены. И там существуют выезды докторов, поэтому обследование, в общем-то, тоже проходят. Проблем, во всяком случае, так остро не стоит, что все затруднено. Оказание медицинской помощи сельскому населению. То есть, в какой-то ситуации было не проходит специально. По анализу крови окружающих, не такие виды онкологии? Ну, это маркер СА-125, который даже включил в программу профосмотров о декретированной группе населения. Этот маркер в полной мере, наверно, без других каких-либо методов обследования, сказать, что нужно иметь ценность заболевания или его нет, не может. Потому что это основный все-таки признак в каком-то сотребании, и его проводить нужно только в комплексе. Мы его используем, когда действительно уже провели ряд диагностических мероприятий, и это один из еще этапов обследования, который нам необходим, чтобы вынести диагноз. И смотрим, как вы меняете динамики на фоне нашего лечения. Но говорить о том, что это тоже должно быть вот такое скрининговое широкое исследование, наверное, не совсем в настоящее время необходимо. Хотя, да, он включен в программу профосмотров декретированной группы. А у мужчин ПСА? ПСА. Вот у мужчин, да, более однозначная трактовка, как правило. После 45 лет он также включен в программу профосмотров декретированной группы. И как скрининговый метод есть, что его можно использовать. Действительно, он сумеет как раз разделить всю группу обследований на две категории. Без патологии и там, где есть изменения в здоровом повышениях. И вот там, где есть изменения в здоровом повышениях, можно уже проводить дальнейшее обследование и с чем это связано. Но говорить однозначно, что здесь, если повышение отмечается и это онкологический процесс, по одному анализу повышение отмечается. То есть это должно быть комплексное обследование. А для того вообще обследование? Во-первых, у нас с вами как происходит обследование. Мы приходим с вами в переклинику с полисом УМС. То есть у нас это обследование, естественно, по программе УМС бесплатно с полисом. А там уже доктор начать обследование. Обследование бывает страстно, если говорить о том, что какой-то один метод исследования нам четко позволит поставить твердость, конечно же, это не так. Ну, дали эти ролики сколько стоит? Угу, по УМС. Бесплатно? Конечно. Скажи, пожалуйста. Скажи, пожалуйста. А в воздухе на коже головы тоже может быть? Конечно. То есть там неволе трогать каждый день? Как правило, да. И желательно удалять? Да. И желательно удалять продукты? Ну, если, конечно, травмируют, да, особенно, но вы-то уже знаете, где она у вас находится, то есть вы этот участок можете обойти, расческой, допустим. А в парикмахерской, вы знаете, у вас чаще справились, ну, как, садитесь в кесло, говорите, обратите, пожалуйста, внимание. Ну, здесь вид с родинкой, какое-то образование. Поэтому несколько вариантов. Или наблюдать можно, или удалить. Скажите еще, пожалуйста, бракши эмаги и диалог привлеки, да? А как вы считаете, с какого возраста вы делаете диалоги? Ну, есть жесткие показания, то есть первое, когда только они появились, там показания были 23 года, первое, да, первое введение. Сейчас несколько возраст снизился, то есть можно и раньше проводить эти прививки. Ну, вот я говорю, однозначного мнения нет. Не получил такого широкого распространения. Как, видимо, исходно думали, что вакцинация от вируса папиллома человека приведет к очень позитивным результатам. И насколько позволяет защитить от данной пакологии, сказать тоже очень сложно. Потому что должно вырастить целое поколение, которое вакцинировалось, то есть должно пройти 20 лет, чтобы мы могли объективно оценить результат вакцинации. Поэтому это, в общем-то, сложный достаточно процесс. Скажите, пожалуйста, как районы города зависят ситуации с различными видами раком заболеваний? Как вообще анкология и в обычном слиянии? Ниже много это там? У нас нет таких цифр, мы не проводим. Потому что у нас городской диспансер наблюдает всех жителей Нижнего Новгорода. И только данные общей статистики по Нижнего Новгорода. Такой задачи не выполнить контактность. Поэтому эти данные у нас не исследовались. Служба контроля за продуктами питания в Нижнего Новгорода есть. Когда мы читаем, наверное, красители, официанты и так далее. Роспотребнадзор. У нас в городе они, я по-моему, контролируют. Ну, видимо, это та структура, которая не относится к медицине, поэтому... Но мы их никак. Или рекомендации какие-то? Ну, по крайней мере, у нас не было такого, чтобы какие-то рекомендации по красителям нам бы вот как бы стабилизаторам, да, заменителям нам бы вот представлять. Но, на самом деле, вот образ питания, конечно же, безусловно, сказывается на состоянии здоровья, на развитии фоновых заболеваний, ну, и, как следствие, уже малинизации процесса. Расскажу о ситуации. Когда ко мне пришла на прием девушка 28 лет, очень типичная, в общем-то, характеристики, высшее образование, она экономист, и у нее мама умерла вот так в прямой кишке. Пришла она с вопросом, что делать и вообще, как проводить какую-то профилактику. Я задала самые элементарные вопросы, это ответ на них, который она представила, ее же собственные вопросы, и на них же и ответила. Ну, первое, я спросила, а какой суп сейчас в холодильнике у вас стоит? Она говорит, ну какой, я не ем суп. Я говорю, хорошо, а тогда чем, чтобы идти на завтрак? Чай и бутерброды? Я говорю, хорошо, а на обед? А на обед что-то в столовой, рядом с соседним кафе, ну что-то, просто выбирают. А на ужин, что вы едите? То же самое, там, полфабриката, пельмени, котлеты купленные в магазинах. Я говорю, а почему вы сами не делаете котлеты? Пельмена сделала. Это очень долго, это очень сложно, мне не хочется. Говорю, следующий вопрос, вы ходите? Она говорит, далакую? Ну, как, естественно, далакую? Ну, конечно. Я говорю, а выпиваете? Ну, выпиваю редко, в репкино. Я говорю, а пивно? Ну, пиво, практически, да, там, через вечер, как-то через день. То есть, на самом деле, это типично. Да, может быть, поднимает какой сейчас смех, но, к сожалению, это все более и более распространенная жизненная ситуация. Поэтому правила питания, да, то есть то, что вот в старых книжках о вкусной, здоровой пище, когда был четко расписан завтрак, обед и ужин с четким меню, что завтрак начинается с каши, обед это обязательно суп должен быть, какие-то, значит, мясные продукты собственного приготовления, а не полуфабрикаты. Конечно же, это, вот, культура питания, она, к сожалению, стала выходить, потому что быстрое питание, удобно, оно имеет время, также, ну, вообще-то, и вкусно достаточно иногда бывает, поэтому это одна из причин того, что здоровье нам не прибавляет точно, вот эти фастфуды. И, может быть, это и долго, и трудно стоять в плиты, и тяжело, но, во всяком случае, это то, что обеспечит здоровье своей семьи. Поэтому, если на завтрак наш с вами начинается с каши, и обязательно в холодильнике стоит низком супом, то это уже залог того, что каких-то проблем мы с вами с вами с вами не избежать обязательно. Была такая передача по цифровому цифру, не знаю, сейчас она идет, и среда питания. Может быть, конечно, она очень изгущает краски, но в чем-то там все-таки есть доля какой-то вот правды, и вот посмотрев ее, честно говоря, вот уже в сторону фастфудов даже голова не поворачивается. И если иногда у меня вот тоже, если не так сказать, время рука тянула с каким-то фабрикатом, тем же пельменем, думаю, что некогда вот сейчас там, значит, что-то приготовить, ну ладно, быстро что-то так вот на ужин, то сейчас даже смотреть в эту сторону не хочется. Поэтому, конечно, свежие однозначно, свежеприготовленные, не из фабрикатов, питание, это вот одно из салон старого. У меня приятельница вышла замуж и живет в Барселоне, и вот она мне рассказывает, то есть как у них, мы еще готовим суп на несколько дней, а у нее в семье, вообще у них это даже неприемлемо, они готовят все свежее, непосредственно перед завтраком, перед обедом и перед ужином. То есть в холодильнике какое-то блюдо стоять не должно, это вот должно быть как-то приготовлено сразу, сейчас и вот, без повторов. То есть они очень внимательно относятся к тому, что стоят в блюде в столе, поэтому, может быть, и у них проблем меньше. Мы читали часа Сиеста. Одно туда? Придорторюсь. С Сиеста, да. За счет этого, я думаю, кризиса, которые они как-то переживают. Они, кстати, стали вроде отказываться от Сиеста, уже многие компании от Сиеста стали отказываться. А есть еще одно, по-другому, что они понимают, которые принимают? Нет. Хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое.